Что сам Кантемир о своих стихах писал? Это четверостижие, маленькое. Что дал Гораций, занял у француза. О, коль собою, бедна моя вуза. Давайте подумаем, что это может значить. Подумаем. Что дал Гораций, занял у француза. Это как? Может он французу, если что-то? Он себя считает французом? Нет, конечно. Он же пишет русский. Нет, в этом сикотворение занял француза. Может он француз как себя? Возможно. Нет, Гораций написал так-то, а поэтик. А француз тоже написал. А какой-то француз тоже написал. Это Николай Пуаро. Николай Пуаро. А ведь Кантемир. Он, конечно, ссылается и на рация, и на поводу француза. А Кантемир, он же изучал трактат не на рация, а на французу Пуаро. И вроде бы признает, что у него пульсапою бедна моя мужа. Это как? Ну, что у него мужа. Вот здесь сказать, я беден. Да, у него мужа Мальдмир, как он его правил. Она бедна, да верна, умахать пределы узкие, что взял по-гальски, по-гальски, это как? По-французски, да? По-гальски. Что взял по-гальски, заплатил? По-русски. По-русски. Бедна моя мужа, да, умахать пределы узкие, что взял по-гальски, заплатил по-русски. Что это значит? Давайте подумаем. Взял что-то по-гальски, то есть взял... Он прочитал что-то по-французски, а написал на русском. Отлично. Почему это он ставит себе в застуги? Может, он... Может, он не понравился? Перевод. Перевод, баловат. Может, он смотрел французские... Можно переделать как раз... Может, он смотрел французские стихотворения и переделал их под русский, и поднял их под своими... Возвестные стихотворения. Так, ну и что? Это тоже не заслуга, по большему счету, да? В чем все-таки заслуга, да? Может быть, он взял... Смотрите, здесь целая преемственность. Я занял у француза что? А, так как было. Что долгого раза. То есть я занял у француза то, что придумали на самом деле латиноизм, да? Но после этого я это приложил по русски. Вот в чем заслуга. Я напоминаю, что в свое время Гораций ставил главный своей застукой. Самый главный. Потому что ему удалось написать по-латински то, что когда-то писалось по-гречески. Думаем, в чем смысл? Он тоже переписал. Отечество науцинское. Вот не просто переписал. Мы же все эти переписатели... Нет, он прием потерять. Поправлять. 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 Он написал это в стихах. Он написал это в стихах. Согласен. Мы, греки, римляне, в свое время писали это в стихах. Ну и что? Еще у нас правил недочеты какие-то, скорее всего. Исправил недочеты? Нет, нет. Может быть еще какие-то появились. Заметь, какие извиняющиеся стихи, да? О, коль собою беда моя муза. Моя муза. Лена зачитала. Я как бы ничего не стою. Еще. Возможно, вы же говорили, что и Гораций сам писал трактат в стихах жизни. И Буало. И вы же еще говорили, что и Консимир сам тоже писал. Возможно, этот трактат был одним из первых в русской поэзии? Да, он действительно был одним из первых в русской поэзии. Но, наверное, это тоже не так важно. И, наверное, это тоже не так страшно для нас встать, да? Как Гораций в свое время. Понимал, что человеческая поэзия, ну скажем так, куда-то уходит. Он торопился. Перенести ее размером сюда, в римский стих, это ему удалось. Это, кстати, не так просто было. Позднее, в течение времени, перешло это в французский. Позднее в русский. Что взял по-гальски, заплатил по-гальски. Кстати, какие это стихи? Система стихосложения какая? Силабика. Это все та же силабика. Докажите. А вы сами говорили, что все антимир писал по-а-силабикам. Так, доказывайте. Тем не менее. Каждый по-одиннадцати. Это одиннадцати сложных. Но заметьте, последняя строчка звучит совершенно силабика. Что взял по-гальски, заплатил по-русски. Правда? Согласен, первое тоже, что дал по рации, занял у француза. Звучит как хорей. Правда? Даже ям. Нет, нет. Первая точка ям. Первая точка ям. Первая точка ям. Это ям, это один ям. Возможно, это даже звучит как ям. Звучит как ям. Звучит как ям. Звучит как ям. В какой-то степени это такое завещание. Концидент. Он что-то взял по-гальски, но при этом заплатил по-русски. Он дал нам с вами, заметьте, не переводы, не переводы, а какие-то переложения. Очень по смыслу, наверное, похожие на французский, на немецкий, но не по словам. Давайте еще один посмотрим с вами текст. Мы говорили с вами о сатирах Концидера. Помните? Помните. Вот сатиры Концидера очень долгое время были не опубликованы. Почему это долгая история? Они были опубликованы только спустя 140 лет после смерти автора. В 19 веке. После отмены крепостного права. Тем не менее, конечно, сатиры Концидера знали все. Образованные люди того времени. Почему они их знали? Так он сам печатал. Сам печатал? Нет, не печатал. Не печатал. Не печатал. У него не был доступ к печатному станку, понимаешь? Принтеров не было. Возможно, потому что это первый и один самый важный русский сатирик. А вот это так отложилось у всех. Это первый и важный. А может он в своих кругах читал? Он в своих кругах читал, но тоже лучше. Развивается дальше. А из того, что он читал в своих кругах, они пересказывали другим. И так они уже... Пересказывали? Тогда бы это было фольклором. Нет. Перечитывали. Перечитывали близко? Перечитывали. Переписывали. Переписывали, конечно. Переписывали. Вспомнился комедия Грибоедова «Горе туман». Написано условно около 1824 года. Первая полная публикация 1866. Ого. Это значит 40 лет она где ходила? Просто по... По рукам. По листочкам. По рукам в списках. Примерно вот так. Нет. Отдельные части публиковались. Вот с сатирами кантемиров произошло примерно то же самое. Я бы все время, я вам прощел самую безобидную из них. Где он обижает только церковников. А самые обидные царей? В других он обидел и прочих. А какая самая обидная? И поэтому все восемь сатир кантемиров не печатались. Потому что вложили. Потому что вложили. Хотя люди были обидели. Тогда идут змеи. И вот странная вещь. Странная вещь для русской литературы 18-19 века, да? Когда все знают о чем тут речь. Более того, цитируют что-то отсюда. Но цитируют из вещи ненапечатанной. Она как бы не цензурна. Потому что она в свое время не напечатала. И стихи Концемира сто с лишним лет ходят в списках. Конечно все знали. И многие знали наизусть. И эта участь постигнула многие стихи. И не только 18-го века. А какая самая нецензурная из его стих? Ты имеешь в виду нецензурную, в смысле неприемлемую для печати? Да, я сделаю. Посмотри в седьмую статиру. Они сейчас все есть. У нас, слава Богу, у нас век. На это, пожалуйста, посмотри. А про что там? Вы сейчас все это знаете? По нашему времени ничего страшного там нет. Тем не менее, казалось, что что-то есть странное и, условно говоря, неприемлемое.